МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Разговор о важном. Председатель гомельского облсполкома Геннадий Соловей встретился со студентами университета имени Франциска Скорины. От первого нефтепромысла до сланцевой революции производственное объединение «Беларусь-нефть» отметило свое 55-летие. Праздник, который объединяет поколения. В Гомеле прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защитников Отечества и вооруженных сил Республики Беларусь. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Председатель облсполкома на этой неделе встретился со студентами и сотрудниками Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. По словам Геннадия Соловья, такие встречи помогают поддерживать прямой контакт между властью и населением. Последний раз губернатор посещал университет в августе прошлого года. О чем говорили сейчас, знают наши корреспонденты. Геннадий Соловей приезжает в университет за полчаса до встречи. Это время отведено для ознакомления с несколькими выставками. Выполненные в древнерусском стиле деревянные иконы можно назвать культурно-историческим наследием. Это поистине уникальная работа, которая позволяет глубже понять наше прошлое. Разговор об истории продолжается во время презентации факультетов университета. При осмотре макета Гомеля XII века председатель облсполкома говорит о создании стоянки первобытного человека в Калинковическом районе и планах по реконструкции усадьбы в агрогородке Хальч на Ветковщине. Хотя студенты, выпускники и сотрудники университета могут внести свой вклад не только в сохранение прошлого. В ходе встречи Геннадий Соловей озвучивает информацию о ситуации в регионе. Основные темы – развитие IT-технологий, привлечение инвестиций, в том числе для открытия производств в районах, создание возможностей для реализации идей в технопарках. И еще один вопрос, актуальный для всех без исключения – меры, принимаемые в Гомельской области по борьбе с коронавирусом. Когда мы сейчас касаемся крови, то видим, что болезнь для нас очень, можно сказать, изучена в неполном объеме, но имеет большие непредсказуемые последствия. Поэтому наша задача на сегодняшний день – и слушаться врачей, и помогать. Что мы и сделаем со своей стороны в Усполковом. В этом году мы уже тоже заложили в системе взрывоохранения дополнительные сигнования. Конечно, придется дополнительно. Мы не знаем, какая будет третья волна, вторая для нас будет очень серьезная. Геннадий Соловей призывает присутствующих задавать вопросы на любую тему. Закрытых для обсуждения – нет. Перспективы развития спортивной базы области, строительства современной школы и новой больницы скорой помощи в Гомеле, реконструкция мемориала «Партизанская краничка», обеспечение жильем молодых специалистов сельской местности. Посещая в прошлом году Нарвлянский район, мы с президентом показывали, и вы, если помните, строительство жилья на селе, и акцидируем внимание. Наша беда, нашим чередем заключается. Мы сегодня все стягиваем большие города. Мы забываем про население, которое сегодня живет в поселках, деревнях, городках. Даже сегодня городки уже остаются как-то вшимлены. Встреча председателя обл. полкома со студентами и сотрудниками Гомельского государственного университета имени Франциска Скарины продолжается почти полтора часа. После ее завершения присутствующие говорят, что они услышали много интересного. Такие встречи действительно позволяют поддерживать прямую связь между представителями органов власти и населением. Мне понравилась встреча с губернатором. Мне кажется, он достаточно точно ответил на все интересующиеся вопросы и был расположен к беседе. Я соглашусь, что любая проблема, озвученная на таком уровне, она быстрее воплощается в жизнь. И нужно поднимать такие проблемы, и они будут быстрее воплощаться, быстрее решаться. Олег Синтюров, Николай Скинтиян, Валерий Гопанько. Новости недели. На этой неделе на сессии Гомельского городского совета депутатов утверждены прогнозные показатели социально-экономического развития областного центра. Причем все расчеты основываются на итогах прошлого года, которые можно назвать более чем удовлетворительными. Невыполненным оказался только один показатель – экспорт товаров и услуг. Причина объективная. В связи с коронавирусом многие зарубежные партнеры гомельчан сокращали свою активность или вовсе прекращали работу. О проблемах, успехах и планах на ближайшее будущее – материал наших корреспондентов. Если согласиться с утверждением, что основа успехов этого года – достижение года прошлого, то перспективы выглядят оптимистично. Несмотря на проблемы, связанные в первую очередь с пандемией коронавируса и, как следствие, закрытием рынков, экономика Гомеля продемонстрировала достаточно высокую жизнеспособность. Всего несколько цифр. Рентабельность продаж в промышленности – почти 9%. Это самый высокий показатель среди областных центров. При этом в сравнении с 2019-м складские запасы сократились на треть. Пожалуй, самые значительные проблемы связаны со снижением экспортных поставок, хотя и этому есть объяснение. Наши субъекты хозяйственного города сработали в плюс. Мы единственный показатель, который не смогли выполнить – это экспорт товаров. Ну, это естественно, потому что, к сожалению, были ограничения и у наших соседей, и в дальнем зарубежье, поэтому несколько снизился уровень экспорта товаров. Но, тем не менее, выполнены и объемные показатели по производству продукции, очень важный показатель по привлечению иностранных инвестиций, значительно даже перевыполнен по отношению к заданию. История не терпится слагательного наклонения, и поэтому вопрос, нужно ли было останавливать предприятие в период пандемии, можно отнести к риторическим. Во всяком случае, рост среднегородской зарплаты на 14% и рекордно низкий уровень безработицы в 0,1% говорят о том, что мы выбрали правильную стратегию. Пример наших соседей очень наглядно показывает, насколько сократился валовый внутренний продукт, скажем, и в той же Литве, и в Польше, и в Украине в том числе. Буквально свежую информацию я сегодня смотрел в интернете. Выложили, что каждый десятый субъект хозяйственной России предупреждает, что в случае продолжения этих карантинных мероприятий, он тоже вынужден будет прекратить свою деятельность. То есть вот благодаря тому, что мы не свернули, вернее не вводили таких жестких ограничений, карантинных ограничений, как сделали наши некоторые соседи, то в принципе можно говорить о том, что экономика наша успешно прошла этот период. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в этом году в Гомере будет создано 76 промышленных предприятий. Планы тем более реальные, что в 2019-м открылись 82 производства. Конечно, это не гиганты, но у малых предприятий есть несомненный плюс. Они быстрее реагируют на изменения на рынке. К тому же такие предприятия могут стать серьезными партнерами флагманов промышленности, изготавливать для них комплектующие, которые сейчас закупаются в других странах. Они на сегодняшний день ничем не уступают и другим формам собственности, в том числе государственной. По ряду позиций, наоборот, даже более активно развиваются. Вот может быть такой универсальный показатель вклад субъектов хозяйствования от каких-то форм собственности в формирование бюджета. Так вот, на сегодняшний день, по итогам 2020 года, вклад частного, среднего, малого предпринимательства в формирование бюджета города составил 27%. Достигнутые в прошлом году достаточно высокие экономические показатели позволяют утверждать, что запланированный на 2021 год рост промышленного производства – выполнимый показатель. Тем более, что в планах города модернизация предприятий с перспективой выпуска более конкурентоспособной продукции. При том, что и сегодня гомельчанам есть что предложить как на внутреннем, так и внешнем рынках. Основу, конечно же, составляют продукции наших промышленных гигантов. Это волоемкие предприятия города, это сельскохозяйственные машины и оборудование, это те же химические удобрения, это стекло листовое, гомельстекло производимое. Ну и, разумеется, экспорт услуг, если мы говорим про него, это услуги транспорта, IT-сфера развивается успешно в городе. Вот, пожалуй, это основное. По большому счету, конечная цель развития промышленности – повышение благосостояния гомельчан. Гарантированные рабочие места и достойная зарплата с одним условием – она должна быть действительно заработанной. Рост благосостояния наших граждан, сейчас имею в виду рост уровня оплаты труда, и второе, одно из важнейших направлений – это инвестиционная деятельность и дальнейшее развитие наших предприятий. Разумеется, мы никуда не уходим от темы роста загрузки производственных мощностей и объемов выпуска промышленных наших предприятий, организаций, их финансовую эффективность деятельности, объемы реализации. От этого тоже мы понимаем, что опосредованно зависят. Строительство школы и детского сада, открытие лечебно-диагностического центра, проведение открытых конкурсов для поддержки талантливой молодежи, мероприятия, посвященные Году народного единства и проведение 10-го международного фестиваля хореографического искусства «Сорский хоровод». В этом году у Гомеля большие планы. При успешной работе промышленной сферы и бюджетном наполнении реализовать их будет вполне реально. В принципе, я считаю, что несмотря на все сложности этого периода, которые, еще раз повторюсь, вызваны пандемией коронавируса, тем не менее и экономика нашего региона, и социальная сфера нашего региона, они работают устойчиво, видна динамика к развитию. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Открытие нефтяных месторождений, наращивание объемов добычи нефти. В пятницу производственное объединение «Беларусь-нефть» отметило свое 55-летие. А накануне этого события пригласило журналистов поучаствовать в пресс-туре по самым актуальным площадкам. Об инновационных технологиях и новых нефтяных скважинах. Репортаж Марины Северьяновой. Едем в Реческий район. На этой территории скважины бурят кустовым методом. Что это значит? Выбирается площадка, на которой разрабатывается сразу несколько скважин. Интересно, что такой вид бурения в Беларуси начался только в 2014-м, после приобретения специальной установки. Она находится у нас на рельсовых путях. И позволяет после бурения первой скважины перемещаться по рельсам на расстояние до 27 метров. Для бурения следующей скважины без разбора. То есть мы экономим время на подготовительные и заключительные работы, на монтажно-демонтажные работы. И если цикл разбора и сбора данной буровой установки составляет до двух месяцев, то цикл перемещения скважины всего лишь три дня. То есть мы не сниверяем эти два месяца. Сберегается не только время экономии и на коммуникациях, на проведении линий электропередач. Например, на самом большом кусте на монтажно-демонтажных работах получилось сэкономить 14 месяцев. В денежном эквиваленте 7 миллионов рублей. Такие установки есть не только на Речицком, но и на Карташовском месторождении. Это самый большой куст скважины в Беларуси. Здесь их 14 штук. За 24 часа здесь добывают примерно 120 тысяч кубических метров газа. Для примера им можно обеспечить суточное потребление для 2000 семей, живущих в многоэтажках. Отправляемся в Светлогорский район на скважину Мормовичской площади. Здесь разместился целый комплекс. Парк техники насчитывает около 20 единиц. Журналистам демонстрируют инновационные технологии по нефтедобыче. Одна из них – плаган ПЕРФ. Специалисты говорят, что времена легкой нефти прошли. В основном осталась трудноизвлекаемая. Чтобы до нее добраться и нужны такие методики. Для нефтедобычи геологи производят многостадийный гидроразрыв пласта. Эта технология отличается от всех остальных тем, что мы увеличиваем масштаб охвата продуктивной части. Закачиваем туда значительные объемы пропанта, жидкости разрыва. И тем самым получаем высокие дебиты по нефти. В 2020 году по данной новой технологии плаган ПЕРФ уже реализовано 8 объектов. Мы затронули как классические коллектора, так и активы трудноизвлекаемых запасов. В планах – закупка новой техники и реагентов, чтобы по технологии плаган ПЕРФ получать как можно больше трудноизвлекаемой нефти. Инновационная методика позволяет экономить время и деньги. Цикл освоения скважины происходит намного быстрее, чем традиционными способами. К 2025 году Беларусьнефть технология плаган ПЕРФ планирует выйти на зарубежный рынок сервисных услуг. Следующая геометка пресс-тура – Хоникский район. В этом году здесь открыли новое месторождение. На глубине 4200 метров получен приток нефти дебетом 20 тонн в сутки. Это легкая нефть хорошего качества. Кстати, в минувшем году в Беларуси добыли на 20 тысяч тонн нефти больше, чем в 2019. С учетом нового месторождения добыча нефти в 2021-м превысит 1,7 млн тонн. В зоне особого геологического интереса – южная зона Припятского прогиба. В Лельчицком районе, например, к бурению первых скважин собираются приступить в 2023 году. В дальнейшем стратегия у нас – это переход на южную структурную зону Припятского прогиба. Это такие населенные пункты, как Лельчицы, Ельск, Наровля. В этой местности мы планируем на правом берегу реки Припяти выполнить 5,5 тысяч километров квадратных сейсмических работ, которые в перспективе, мы надеемся, принесут нам хорошую положительную динамику в приросте запасов. И самое главное – позволит нам стабилизировать и нарастить добычу нефти Республики Беларусь. Несмотря на серьезный возраст, 26 февраля объединение «Беларусь-нефть» отметило 55-летие. Планов на будущее у предприятия множество. А опыт, который тут накапливают буквально ежедневно, обязательно поможет в их реализации. Марина Северьянова, Сергей Лукашук. Новости недели. Продолжение акции «Беларусь. Земля славы ратная», возложение цветов к мемориалам и торжественное собрание. В Гомеле прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Подробнее об этом и других важных событиях уходящей недели – далее в обзоре службы информации. Возложение венков и цветов – дань уважения всем защитникам Отечества, отдавшим жизни за свободу Родины. Мемориал «Вечный огонь» – традиционное место проведения патриотических мероприятий. Оно поистине священное. Здесь похоронены красноармейцы, партизаны и подпольщики, погибшие в боях с врагом. Сегодня память об их подвиге гомельчане хранят в названиях улиц города, в их честь открывают памятники и монументы. Вспоминают военную историю и в областном общественно-культурном центре. Белорусская армия – гарант стабильности, суверенитета и территориальной целостности государства. Это мнение разделяют все, кто пришел на торжественное собрание, чтобы еще раз поблагодарить людей, обеспечивающих мир и спокойствие в Беларуси. Останки 21 красноармейца перезахоронили в Ветковском районе. К сожалению, имена погибших солдат установить не удалось. Останки красноармейцев были обнаружены и перезахоронены благодаря работе военнослужащих специализированного разыскного подразделения военной части 28-443 и Гомельского областного поискового общественного объединения «Николе не забудем». Память освободителей почтили минутой молчания. Останки 21 воина захоронены в братской могиле, в которой покоится более 870 воинов Красной армии. На заседании облсполкома рассмотрен ряд актуальных вопросов. В частности, дана оценка проведенным мероприятиям по наведению порядка на земле. Соответствующая работа признана удовлетворительной и по ряду позиций Гомельская область является лидером. Среди задач этого года более активная работа по раздельному сбору вторичных отходов и их переработки. Плюс наведение порядка около сельскохозяйственных объектов, выявление земель, которые используются неэффективно и борьба с инвазивными растениями. К нарушителям природоохранного законодательства будут применять меры административного реагирования. Второй вопрос повестки дня – работа с обращениями граждан. В прошлом году жители Гомельской области обращались в органы власти всех уровней более 25 тысяч раз. 4600 обращений поступило в облсполком. Среди наиболее актуальных тем – работа ЖКХ, строительство дорог и деятельность учреждений здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Анализ показывает, что значительную часть озвученных проблем можно было снять на местном уровне. После капитальной модернизации в Третьей Гомельской больнице открылся акушерско-гинекологический операционный блок. На реконструкцию из областного бюджета было потрачено около 3 миллионов рублей. И это, по сути, первый этап масштабной реконструкции больницы. Как и в первую, так и в вторую волну пандемии учреждение обслуживает беременных женщин с коронавирусом, что делает особенно важным создание условий, позволяющих проводить лечение максимально эффективно. В регионе начал работу Клуб молодых промышленников. В его составе 12 человек – представители 8 крупных предприятий. В течение года они будут проходить обучение, которое позволит им в будущем стать эффективными руководителями. Обучение будет проходить по разным направлениям – экономика, управление персоналом, развитие лидерских качеств. Занятия без отрыва от производства. Предусмотрена как очная, так и заочная форма обучения. Десятки и тысячи сломанных судеб, проблемы которых часто начинались, казалось бы, без обидных фраз. «Я только попробую, от одной дозы ничего не будет». Наркотизация населения признана ООН одной из наиболее актуальных проблем для всего мира. Как противостоят наркотикам у нас в регионе и как защитить от них молодежь? Накануне Международного дня борьбы с наркоманией. Разговор об этом и не только. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Интервью». Проблема наркотизации. Кирилл Львович, насколько регион подвержен этой беде? Что говорит статистика? Как мы выглядим на фоне страны? Ежегодно в регионе заболевает на каждые 100 тысяч населения приблизительно в среднем 35 человек. Попадают в поле зрения специалистов с проблемами наркотизации. В сравнении, например, с Минском, где 48-50 человек ежегодно на 100 тысяч населения таких потребителей, мы на втором месте. В целом мы на втором месте по Республике Беларусь. На втором месте не только потому, что Гомельщина второе по величине регионы, второй по плотности населения? Безусловно, нет. Не поэтому. Имеет значение и распространенность наркотиков по регионам, и, конечно же, работа служб, которые занимаются этой проблемой. Проблема действительно актуальна. Самый молодой и самый взрослый пациент клиники последних нескольких лет, которые обращались к вам и вашим коллегам за помощью. Самый молодой человек имел возраст 14 лет. Это было года два назад. И самый взрослый, точно не могу сказать возраст, но это после 40, между 40 и 50 годами. Кому помочь проще? Помочь проще тому, у кого стаж наркотизации меньше. Кто меньше вовлечен в проблему потребления наркотиков. Иногда достаточно какой-то просветительной беседы или формирования правильного отношения к наркотикам, чтобы человек прекратил употребление этого зелья, если он не страдает уже зависимостью, к сожалению. Заместительная метадоновая терапия. Когда-то этот механизм был действительно очень спорным, и тогда, когда внедряли его в Гомельской области, впервые в стране, много было за и против. Что говорят коллеги не только в Гомельске, но и из Белоруссии? Насколько эффективен он сегодня? Достаточно эффективный метод для того, чтобы сдерживать, например, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов. Это контролируемый прием опиоидных наркотиков, контролируемый государством, здравоохранением, с тем, чтобы помочь наркозависимым выйти из криминальной среды, в том числе помочь улучшить свое здоровье, предотвратить случайные передозировки. То есть, подчеркнем, это лечение наркозависимого наркотиком? Да, совершенно верно. И здесь плохого ничего нет? Ведь это все под контролем, дозировано, и ключевое под контролем? Под контролем. Более того, при желании пациент может со временем, этот процесс длительный, конечно, совершенно уйти от наркотиков, в том числе и в рамках контролируемой программы заместительной терапии. Можно ли раз и навсегда побороть эту проблему? Можно научиться жить без наркотиков. Дело в том, что повод употребить наркотики есть всегда, и найти его не так уж сложно. Важно научить человека справляться с проблемой, когда возникает тяга, когда хочется употребить, когда у тебя плохое настроение, либо сложно случилось в жизни, ты ищешь повод для того, чтобы возобновить прием наркотиков. Можно научиться тому, чтобы совладать с самим собой, научиться определенным техникам преодоления этой тяги, научиться вовремя обращаться к специалисту, в конце концов. И научиться этому, безусловно, помогут в том числе в регионе. Все ли хватает в плане медицинской базы профессионалов здесь, в Гомельской области? Мы совершенствуемся. Безусловно, есть грамотные специалисты в регионе. В нашем учреждении на сегодняшний день функционирует реабилитационный центр «Ключ», куда можно обратиться за помощью. Цикл реабилитации составляет 28 дней. Пациенты находятся в достаточно закрытом коллективе, и работа проводится с ними самая разносторонняя, в том числе по обучению, навыкам совладания с тягой, с зависимостью. Этот курс анонимный? Он может быть как анонимный, так и совершенно открытым. Спасибо за это интервью. Действительно, я уверен, что эффективность лечения и реабилитации зависит даже не сколько от качества медицинской помощи, сколько от желания каждого начать жизнь с нуля и видеть прекрасное вокруг. Безусловно, вы правы, но я хочу добавить, что важны две составляющие. Безусловное желание самого пациента и, конечно же, квалифицированная медицинская помощь. Спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо. Гомельчанки стали победительницами межрегионального конкурса искусств имени заслуженного художника России Николая Климова. Творческий конкурс проводится в Липецкой области в третий раз. В связи с пандемией учащиеся Гомельского художественного колледжа принимали участие в конкурсе онлайн. Среди лауреатов – будущая выпускница Юлия Враблевская, Юлия Мираевская и Анастасия Комарова. Гомельская танцевальная студия «Слэм» стала первым коллективом современного и уличного танца в стране, которому Министерство культуры присвоило звание образцового. Студия была создана в 2010 году Татьяной Кудровец, которая обучает детей и взрослых на базе Центра инклюзивной культуры. Сейчас в коллективе занимается более ста человек. В библиотеке имени Герцена открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Родные пейзажи». Авторы экспозиции – ученики 5-й Гомельской детской школы искусств, кружок рукодельницы при Центре социального обслуживания населения Центрального района, а также гомельские мастера. Выставка сочетает в себе самые разные направления и техники. В стиле «Рок-3» эстрадно-симфонический оркестр имени Василевского представил новую версию любимого слушателями проекта. Программа собрана из переплетений западного и восточного рока. «The Beatles» и «Воскресенье», «Deep Purple» и «Ночные снайперы», «Дипешмот» и «Сплин» – вечно молодые легенды зарубежной отечественной музыки. Красота и торжественность симфонического звучания соединялась с напором и драйвом рока. Любимый многими киногурманами зал «Миньон» открылся по новому адресу – на втором этаже кинотеатра имени Калинина. Новое помещение вдвое больше предыдущего и вмещает 20 кресел. «Миньон» получил новый экран на метр шире старого. В репертуаре – семейные фестивальные фильмы, документальное кино и театральные постановки. Стоимость билетов от 4 до 6,5 рублей. Есть скидки при групповом посещении, а также функция аренды зала для приватного просмотра. Планируется, что «Миньон» станет площадкой для образовательных и дискуссионных мероприятий. К слову, кинотеатр Калинина стал первым в области цифровым трехзальником. А напоследок анонский на премьер следующей недели. В марте в прокате стартует российская лента «Белый снег». Спортивная драма рассказывает о биографии лыжницы Елены Вяльбе, которая в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии впервые в истории завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Также вас ждут две российские комедии. «Рашен Юг» – история о студенте, который отправляется в Черноморский городок вслед за любимой. Но чтобы завоевать ее сердце, придется устранить всех соперников. Действие другого фильма «Пара из будущего» происходит в 2040 году. Семейная пара переживает кризис в отношениях, но не может развестись, ведь в будущем это стало дорогим удовольствием. Им удается вернуться на 20 лет назад, в день, когда они решили пожениться. Супруги пытаются остановить себя молодых и предотвратить свадьбу. Юных зрителей порадует новый диснеевский мультфильм «Райя» и «Последний дракон». В сказочном королевстве отважная воительница собирает команду, чтобы отыскать последнего в мире дракона и с его помощью одержать победу над врагом. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.